Молодец. Ну что, с Богом, господа и уважаемые дамы, мы продолжаем наши встречи в клубе позитивного общения. Формат пока такой, клуб позитивного общения, но я так чувствую, что в дальнейшем это может перейти в клуб по интересам. Вот, с мастер-классами по разным направлениям. Но вы об этом просто подумайте, что бы вы могли предложить в дальнейшем, так сказать, на злобу дня. Для целей, которые вы предложите, если они найдут отклик, то люди будут, естественно, ходить с интересом. Мы сегодня послушаем сообщение Инги Питерской. Я эту тему для себя назвал «Виды восприятия мира» и, скажем, как это можно использовать для жизни, для России. И, может быть, что-то мы для себя возьмем из ее сообщения, для того, чтобы наши встречи были более содержательными, более конструктивными и эффективными. Вот. Сколько минут вы просили бы у нас? Ой, как масть пойдет. Вот. Я для начала хочу обозначить, о чем речь. Потому что вдруг кому-то окажется неинтересным и, ну, может быть, на что-то другое, ну, чем-то другом предпочтение будет. Потому что вот у нас уже обозначилось обсуждение, например. Вот. Вот. Потому что я там пришла не в квартире, буквально с разладкой, с инфекцией, ну, на полчаса могу уже катать. Я вообще говорить об этом могу бесконечно долго. Поэтому, если народ готов к новой информации, ну, я готова вот рассказать о том, в том числе, почему здесь происходят разногласия вот такие, ну, во всяком случае, ответ будет очевиден. Да, почему одним надо там полет мыслей, фантазии, а другим надо раз. Более такие материальные вещи. Приземленные, скажем. Да, с точки зрения любителей попарить, очень приземленные, и как-то вот там тесно получается. Есть вот такое предложение. Потому что я увидела, что здесь разногласия. Я думаю, ты начни, а мы тебя остановим в случае чего-то. Хорошо, так-то я возьму материал, который принесла. А мы можем пока зарядиться, да. Алексей, можешь рекламировать перед камерой свой шоколад? Да, ну, да, в Африке, но этот шоколад очень любительный, потому что он без сахара, без ничего, то есть такой специфический. И кака-као? Чистый шоколад? Чистый, но обычно в чистом виде его не употребляют, надо добавлять, заваривать, добавлять сахаром. То есть он так очень горький, супер горький шоколад, поэтому... Ну, я рекомендую. Это очень вкусно. Это реклама шоколада. Да, я вам не рекомендую этот шоколад, он слишком хороший для вас. Вообще, если тема заинтересует, у меня есть слайды по этому поводу, там очень убедительные. Значит, речь пойдет о психологических типах. Ну, конечно. То есть тема выросла из концепции юнга психологических типов. Когда он в 1923 году свою книжку издал, когда современники отнеслись к этому без энтузиазма особого, полагая, что пологие работает только в руках автора. И на долгий год это все осталось подсутным. И спустя несколько десятилетий, 60-70-е годы прошлого века, литовская исследовательница подняла этот материал, поняла, что это ключ к ответам на многие вопросы, и дополнила этот материал. И в результате получилась та типология, которая существует на сегодняшний день, 16 типов. Один из ее учеников, Юнг, Юнг в свое время выдвинул 4 типа, слышали, наверное, ощущающие, мыслительные, чувствующие и так далее. А уже Августина Вичути, автор, дополнила, у нее получилось не 4 типа, а 16. Один из ее учеников, физик-математик питерский как раз, Дригорий Романович Ренин, когда посмотрела материал, я сказала, ну как так, 16 типов должны делиться пополам 15 различными способами, то есть чисто математически. Значит, дихотомий, с помощью которых можно разделить, должно быть 15. Эмпирически было выявлено, что да, действительно они есть, выявлено на сегодняшний день наполнение каждого из этих признаков. Эти признаки являются конституциональными особенностями, то есть такими, с которыми человек рождается, живет всю свою жизнь, так или иначе их использует. Один из таких признаков, мы говорили, как-то Михаил Иванович, мне переспросил вертность, экстраверсия, интроверсия, все знают, что такое. Подобных признаков еще 14 штук существует. Вот об одном из них я и хотела сегодня поведать. Признак называется на сегодняшний день сенсорика интуиции. Значит, что понимается под сенсорикой интуиции, ну вот я хотела бы раздать раздаточный материал, о чем речь пойдет. Чтобы у каждого было понимание, о чем там будет говориться. Получается, что один четкий критерий. Тот, кто говорит, что до моря 5 минут, тот значит этот, а тот, который 500 метров, тот это. Я тоже замечал, что я же всех заставляю ходить по 4 километра, и кто 4 километра, тот значит наш, а тот, который говорит час, значит тот чужой. И мне это всегда бросалось в глаза, но я не мог дать этому оценку спасибо. Тот, который в облаках летает, тому достаточно одну мысль, хопа, и взял. А тот, который, этот сенсорик, он все время говорит, ты взял? Ты взял? Тебе сказано было только 2 раза говорить, а ты уже 10 раз сказал. Правильно? Да. А интуиту часто надо напоминать. Вот это взял? Не надо напоминать, а напоминают. Напоминают и правильно делают, потому что очень часто. Кто забыл, это забыл, это вообще не увидел. То есть львиная часть мира... Если ему не напоминать, он так и будет витать, и никогда на землю не приземлился. Нет, ну мы никуда не денемся, мы же все кушаем, все одеваемся, поэтому никуда не денешься. А человек кушает, он не обращает внимания на то, что я таких людей встречал. Совершенно верно. Один даже мне говорил, он все время витал в облаках, и я как-то начал, как-то речь, я не знаю, это еще в студенческие времена, зашла о том, как он купается, как в ванную при нем, и он как-то сказал, я бросаю свое тело в ванную, пусть отмокает. Очень показательно. То есть он к нему относится вообще отстраненно к своему телу. Вот он знает, что его надо бросить, что-то там с ним будет происходить, оно отмокнет, потом через такое-то время надо вообще оттуда вылазить. Называется, да ну мне тело, что с ним делать? Потом насчет здоровья. Получается, что этот, который сенсорик, он в большей степени здоров, потому что больше понимает, потому что тело, оно вот здесь. Я против. А я тоже против. Потому что здоровье, это не конкретная штука, это идея. Это идея быть здоровым, это идея поддерживать гомеостаз. Кто такой гомеостаз, его же взять-то нельзя, а его надо поддерживать. Ну, постоянство среды, а среда вот она внутри себя, органы. Вот. И когда, допустим, и когда, допустим, все уже, ну, вообще, и там, и здесь, и тут не заплачено, и там вообще, говоря, не поступили, там, я говорю, я лучше пройдусь 4 километра, все само собой встанет на места. И это, ну, я совершенно отчетливо терпу идти из облаков. И это срабатывает? Сомневаюсь. Это как раз очень срабатывает. Очень срабатывает, потому что оно как не поступило, так и не поступило. Оно как не заплатилось, так и заплатилось. Но я-то... А состояние изменилось? Да, да. А я-то все равно в лидерах, потому что 4 километра за спиной, я расходился, я на коне, но я имею в виду на коне здоровья. Да просто герой. Вот. И эта идея сенсорику, она вообще, говоря, недоступна, ее можно вбивать только хив, это сенсорика. А идеалисту просто сказать, что вот разошелся, пошел, побыл в его рабочем состоянии и таким образом состоялся, как физический, как моторчик. Объект. Ага. Вот. И таким образом, пока статистика не показала реальное превосходство в смысле здоровья одного на другим, утверждать, что у одних оно лучше, прежде всего. Согласна. Я бы больше сказала, что тут, это вообще не показатель. Я говорила о том, что сенсорик лучше разбирается, он больше внимания этим вещам уделяет, он больше осознает принципиально, принципиально, что он осознает эти вещи. Интуит, ну ладно, надо, хорошо, вдруг пошел в качалку, ну пойду, ладно. Ну накачался, все нормально. Подсказали, чем ли сейчас. Сенсориком, тем не менее, не стал после этого. Нет, конечно. Вот. Все-таки хочу несколько слайдов показать. кто вы есть. Каждый, каждый, назовите себя, кто вы. С тебя и начнем. Давайте. Говори. Кто ты? Мне кажется, я два типа. А по внутренним ощущениям, я как бы больше к интуиции. Но по параметрам тела, я так понимаю, что к сенсорике. Вот параметры тела, мне кажется, это настолько случайно бывает такое совпадение, что часто способно просто привести к заблуждению. Так кто же ты, скажи? А, чего больше? Вот давай так поставим. По телу ты получаешься... Вот у нас еще один параметрам будет. Идем. Вот. Который упростит задачу некоторому. Да, потому что не всегда очевидно, понятно, неизвестно. Речь надо слушать. Так, вот тут можно разъединить? Интуиция. А куда она ведет вообще? А вот я и смотрела. Куда она ведет? Она ведет к телефону. Чей телефон беленький? Это не телефон, по-моему, а зарядное устройство? Да. Ну, наверное, его можно. Даже нужно, я бы сказал. Я боюсь, как мой тут разведился. И это неплохо? Кто-то узнал себя? Да я видела уже по взгляду, что... Я думаю, значит, это хорошо. А любой вариант хорошо. Это нормально. Для него это хорошо. Хорошо, любой вариант. А вот кем бы тебе хотелось бы, с точки зрения такого вот сожительства, был бы друг или жена, кто бы он был лучше? Ну, вот я как раз тоже задавался этим вопросом. То есть, именно в категории времени, как бы на какую-то долгую перспективу, вот этот вот диссонанс сенсориков и интуитов, он как вообще себя ведет? То есть, понятно, что, например, в каких-то процессах, условно говоря, там моментных, да, это одно, а когда это все на долгую перспективу. А что ты хочешь от этой долгой перспективы? Ну, допустим, союз какой-то, так скажем. Если я, допустим, интуит, а человек сенсорик, то как? То, с друга. У тебя будет сенсорная поддержка по бытовым вопросам мощная. Вот наверняка будет от сенсорика. Вот однозначно. Он и вокруг себя, и вокруг тебя будет обихаживать обоих. Но, когда тебе захочется душевных разговоров, слушайте, я такой фильм видел, а вот это музыка. А вот тут я узнал опять, ты знаешь, а пирамиды? И тебе, ты увидишь, какие пирамиды. За хлебом сходи. Вот. Посуду, да. Если ты готов вот эту цену заплатить за вот такой вот домашний комфорт, пожалуйста. Но, если ты, тебе важнее, чтобы человек тебя понимал, чтобы ты с ним и о пирамидах, и о параллельных мирах, и о музыке, и об искусстве, и о каких-то новых там в науке, может быть, открытиях. Но за это тебе придется мыть посуду. Вот. Если готов заплатить такую цену, это очень интересно. Не придется мыть посуду, а придется ругаться за то, кому мыть посуду. Да, даже, да. Это еще хуже. Да. Посуду помыть не трудно. А вот поругаться, уже мириться надо. Уже трудно. И потом, поскольку ты вот отчетливо уже знаешь, кто ты, тебе уже намного легче. Уже можешь фиксировать. Ты понимаешь, что никакой мечтатель-мыслитель тебе не заменит замечательную хозяйку. И, пожалуйста, ты пошел в дискуссионный клуб, здесь поговорили, а домой пришел, а там все чистенько. Красота. Только поговорить. Приходишь, а я тебе хочу рассказать, мы там такое сейчас говорили. А, да. Наливай чайок, дорогой. У меня была знакомая, она разошлась с мужем, потому что поговорить было не о чем. Я прихожу домой, а он телевизор все время смотрит. Ну, это какая-то неправда. Это что? Она интуитивист? Да нет. А он... Нет. Или он телевизор смотрит, это уход как раз... У людей разные интересы. Ой. Поэтому поговорить-то нечем, когда интересы разные. А тут интересы... Дело не в том, что разные интересы... Они всегда... Не бывает одинаковых интересов. Но дело в том, чтобы ты находил в жене то, за что ее следует уважать, ценить. А если не за что ценить ее... Тогда телевизор остается. Да. Тогда остается развод. А лучше развод, да? Нет. Развод в любом случае плохо. Нет, не плохо. А попытаться найти точки соприкосновения. А если они не находятся? Нет. А может, нехорошо искали? Может быть. Так. Но иногда пути-то расходятся. То есть это вообще как приговор звучит. Сенсорик. Это интуитивист. И если еще возникают конфликты, то все уже как бы... Ну, а пол это не приговор? А если есть любовь? Замечательно. Тогда есть причина для того, чтобы все-таки компромиссы находить? Любовь? Это как это назвало? Это слепое место? Это то, где нет ума. Любовь. Это кто так назвал? Вот только что... Неправда. Я так сказала. Правда? Так понял. Так тебя понял сенсорик. Вот. Ни в коем случае. Слепая зона или как она? Словно она. Слепая. Слепая зона. Это не любовь здесь. Нет. Имеется в виду, что в этом месте как раз и есть... Чувство это про другое. Чувство это вообще про другое. Не про здесь. Инга, так все-таки я сенсорик. А ну давайте так, попозже так-то немножко. Вот так походу показывать картинки. Значит, это... Так, даже немножко повышенная. Ну, хорошо здесь. Профиль. Понятно, да? О чем речь? Это... Это в профиль и в паз человек. Сенсорик. Да, вот сенсорные типы. То есть мордочка пошире, челюсти. Ну, потому что кушать. Чтобы было чем. А здесь вот она, челюсть поджата. Либо вся нижняя часть лица выдвигается вперед. Либо один нос. Здесь более-менее ровненько вот эта линия. Да, для сравнения. Понятно, о чем есть? Ну, кто они? Кто кет? Кто кет? Ну, это, конечно, мечтатель. А этот... Понятно, да? Сенсорик. Ты, Путин? Да. Да? Конечно. Вот профиль. Вот вещдок. То есть, хочешь сказать, что дополняют друг друга все-таки? А это тандем? В этом смысле тандем. Я думала, Путин сенсорик. Почему? А почему? Кругленький. Кругленький. А сейчас вот разговор о руках пойдет. Вот на предмет рук это отдельная песня будет. Нет, ну, ходит он, конечно, это... Как кто? Сравни, как ходит Медведев, как Путин ходит. Нет, дело в том, что Медведев копирует походку сейчас уже. То есть, он стал повторять вот это. Одна рука только отмашку делает. Вот. Ну, на самом деле, не надо забывать, что работает же не один признак. У нас их 15. А все остальные признаки тоже вот такие парные? Парные, конечно. Ну, то есть, диаметрально противоположные. Значит, вот это вот сюда еще вернусь. Просто фотка очень показательная. Ну, ладно, я так понимала, что уже все понятно тут. Ладно, все убираю тогда. Если есть вопросы, готовы ответить. Но почему вот это вот у нас непонимание возникает, я думаю, что причина в том числе и в этом. Я почему вот этот именно признак выбрала, чтобы рассказать, показать, что происходит, да, что все время. Вот, одних тянет куда-то ввысь, а другие говорят, не, уже это неинтересно, давайте-ка поконкретнее нам. Мне кажется, это отклонение от нормы в разные стороны. Один туда, другой туда. А норма, естественно, находится посредине, когда человеку поровну дано умные способности. И говорите, что стекулировать, и думаете, писать. Конечно, способности никто не отменяет, ни в коем случае. Все мы можем делать очень многое. И одно и то же можем делать. И есть вещи, в которых вроде бы интуитское поприще, а сенсорик там дает фору. Или, например, среди интуитов могут быть прекрасные повара. Это одно, другое не отменяет ни в коем случае. Да, и вот Маша правильно сказала, что и то, и то в равной степени. Это и есть норма. Вопрос не в том, кто что делает или не делает, а в том, как он это делает. Как он держит, как он говорит, какие слова говорит, что у него в голове при этом, как он это видит. А как он видит, так он внутри себя этот рассудит. И так он это и выдает опять-таки. Даже если человеку чего-нибудь не было, чего-то бывает больше дано, чего-то меньше дано. Но, наверное, нельзя сказать, что человеку уже полностью не дано там сенсорное или полностью не дано интуитивное. Дано же все равно. Дано все. Если его поднатужится, может... Из адаптивной в обществе, в жизни вообще, если оно будет не дано. Я, в общем, спасибо, конечно, за это сообщение. Очень интересно узнать что-то новое, какой-то такой подход. Ну, я во всем этом вижу, как бы, попытка сунуть человека в какую-то вот ячейку. Ну, это вообще всегда интересно. Вот, если мы сейчас бы разбирали психотипы, там, шизоидные, истероидные, и билиптоидные, и вороноидные, то мы бы тоже, все бы разошлись по ячейкам, и можно было бы говорить по этому каждому психотипу, и каждый бы себя туда втиснул, сказал, что я нет, а вот с этим нет. А как они друг с другом взаимодействуют, это тут два типа, а там целых, там, допустим, сколько там? Тут шестнадцать. И они бы все вот так переплетались. То есть это, мы бы опять завязали куда-нибудь. А с точки зрения нормальности и ненормальности, мы бы, конечно, стали говорить, а что нормально, что ненормально, перешли бы, как скажем, красовым различием, и вдруг мы ощутили, что оказывается, среди интуитов больше евреев, допустим, а среди этих сенсориков больше русских, сравнили бы лица, у нас действительно много сенсориков. Сравнили бы череп, и все. И начали бы, как говорится, уже скатились бы какие-нибудь другие теории, там вспомнили бы Майн кампф Гитлера, там Григория Климова, с которого я вот тогда упоминал, с его теорией дегенерации, да, когда... Поэтому я не совсем понимаю, зачем это нужно. У меня тут встречная такая синтенция. Вы знаете, вот еще люди делятся на мужчин и женщин. Всего лишь два варианта. А какой из них норм? Как? Не понял. Норма – это одно. Это среднее? Библия дает понимание, что значит мужчина и женщина. И в браке это одно целое. И все. Открой страшную тайну. Мужчина и женщина существовали задолго до появления Библии. Ну, это опять же, опять можно спорить. То есть вы стоите на позиции материалистической, я идеалистической. Вы считаете, что человек пришел с обезьяна, я считаю, что его сотворил Бог, поэтому мы опять не найдем тут ничего. Поэтому я предлагаю туда не погружаться. И раздеремся, и начнем пить посуду. А это я к тому, собственно, что так или иначе, все равно деление некоторое есть. Да. Мы делимся на два пола. Просто мы не можем принимать все так, как оно есть. Ну, есть так, да. Согласна. Ученые пусть занимаются, психологи, там, делением на ячейки, если вам интересно, по цвету глаз, там, по правилам, чему угодно. Так ученых не надо, два пола есть, две ячейки. Я так понял, что вопрос твой в том заключается, зачем нужно это разделение. Но я так понял, что сообщение было как раз для того, чтобы понять, можно ли, учитывая вот эти различия, и, как бы, зная о них, преодолевать. Преодолевать разногласия, более эффективно общаться. Учитывая разницу. Сошлись, допустим, муж, жена, вот, не глядя их, там, родители посватали. То есть не беремся нынешнее время, а недавнее, прошлое. Все, что делать? Разные люди, один интуит, другой, значит, сенсорик. Что делать? Или они друг друга поубивают, вот, или кто-то кому-то ядко, или они на основании каких-то нравственных законов, а, у меня, значит, вот, окей. Конечно. И то, о чем я сейчас говорю, интуит. И то, о чем я сейчас говорю, интуит. Интуитом быстро где-нибудь там. И будут просто жить счастливо на основании какой-то другой теории. На основании этой теории люди не живут. Они, ну, просто вот такие. И все. Это не теория, это то, что есть в жизни. Но я, во всяком случае, это вижу. Отсюда идут и теории вот этих сейчас гражданских браков, сожительства до брака, когда люди сходятся и говорят, ну, вот мы поживем вместе, узнаем, какие, может, притрется, может, не притрется, там, интуитивист или там сенсорик или там... И... Я поняла. И все, и расходятся. Это люди, которые... Это о другом. Это о другом, да. Потому что это речь, например, о перекладывании ответственности. Вот соционика виновата, мы тут не сошлись-то. Понимаете, это перекладывание ответственности называется. На самом деле, если люди нужны друг другу, то это инструмент, который им поможет в каких-то ситуациях. Если не нужны, то он не спасет. Вот об этом речь. Но отношения сделать лучше, помочь может, мне кажется. Да. Так, когда человек рефлексирует, он понимает вообще, что произошло сейчас. И он понимает, например, что другой не помыл посуду не потому, что он лентяй, но он действительно забыл, вот, унесло. Он не плохой, он не плохой, просто у него такой тип. Ну, понятно. Значит, обладая этими знаниями, можно просто в каком-то сообществе... То есть ты сможешь прощать, прощать, принимать. Понимать, да. Потому что понимание, понимаешь. Можно и не зная это. Можно, не зная. Если в тебе заложено, что это великодушие. Можно, но это просто расширяет возможности. А в принципе, как знание, оно может человеку, у которого великодушие этого недостаточно, он может уже по-другому как-то более полно ситуацию воспринять. Да, он может и с этого стороны... Мне кажется, от такого знания это не будет лишним, по крайней мере. Для тех, у кого отношения вызывают сложности. Вот, как бы, другой тип может вызывать сложности. Это когда инструмент объяснить какую-то ситуацию, которая возникла на таком языке. А можно еще вопрос? Вот как относятся они к дистанции? То есть для сенсорика более близкая дистанция, комфортная, или более далекая? Есть ли какая-то информация? Для сенсорика вообще понятно, близка сенсорная дистанция. То есть, например... То есть она вообще важна? Конечно. То есть, что здесь имеется в виду? Вот в общении, там, поздороваться, похлопать по плечу, это вообще вот сенсорная штука. То есть они кинестетики больше какие-то, да? Они больше просто это осознают, эти вещи. Интуит, ну, хлопнули его там, да, хлопнули. Могу не заметить. Вот. А в дистанции, поскольку сенсорик вообще территорию соблюдает, ну, он ее границы осознает. Вот. То на свою территорию он либо осознает, он кого туда пустить, либо он осознает, как ее расширить, например, посредством каких-то замещающих объектов. Он себя за счет них, да, разложил свои вещички, все, застолбил. Интуит раскладывает, когда забывает просто, забывает взять с собой. Или, например, вот в зале сидят люди, да, перерыв какой-то, вышли, интуит увидел освободившееся место, плюхнулся, пришел сенсорик, он одним взглядом может ему дать понять, что, извини, парень, тут место-то занято. Интуит сами третируется, скорее всего. Вот. То есть вот такие вещи. Или, например... Не могу понять, кто я наслаждал. У меня это тоже бывает. Или, например, вот я как человек, который преподавательской деятельностью занимается, мне, например, дисциплину бывает сложно удержать. Потому что я чувствую, что мне не хватает вот этой весомости. Да, солидности где-то, авторитетности. Не само авторитетности, просто я знаю, что есть преподаватели, которые осадить могут одним взглядом, даже говорить ничего не надо. Он один раз посмотрел, все пригнулись. Да, вот такие преподаватели. Из них, получается, хорошие руководители. Да. Директора, школ, зал. Нет. Он просто... Я как-то прочитал книгу... Дискуссии одни интуиты. Я сейчас не помню автора. Она англичанка и написала книгу... А они как-то неопреключенными, красивыми... Не речите на собаку. Да, не речите на собаку. И она там собирает... В общем, она профессиональная дрессировщица, ну и психолог тоже. И она там доказывает, что методы дрессировки животных и воздействия на людей, допустим, на мужа, на соседа, на детей, ну и других ситуаций. Одинаковые, да. И она вот приводит вот эти вот... Система подкреплений и наказаний. Вот. Поэтому понятно, что вот по этой теории одним взглядом. То есть просто нужно как-то раз зайти в класс, если там все шумят, взять стул, сломать его, и при этом вот так на всех посмотреть, ну это по ее теории. Вот. Все. Потом будет достаточно одного взгляда только. Посмотрю и сработает вот эта зависимость, стул, этот гром, страх и все. Я думаю, зачем у нас тролли кипятать. Так же ваше животных, кошек, допустим, которые лазят на стол. Она будет бесконечно лазить, пока женщина. Кошка понятливее. Нет, пока ее тоже как-нибудь там, допустим, кипятком ошпарить, при этом, допустим, ну там, брысили тоже посмотреть. Кошка не будет больше никогда завояться на стол. Свою присутствие. При одном только своем взгляде. Понимаете, схватить стул, хряснуть им, это как раз вот то самое и есть сенсорное абсолютно оперирование объектом. Вот это что такое-то? Они, сенсорики, сенсорики интуитивно себя правильно ведут в этом смысле. Да, грамотно. Не знаю, могут деревяшки полететь и в тебе в глаза лететь. В храме, когда какой-то шум и какой-то шум такой навязчивый, просто лектор замолкает, или даже батюшка. И вот ничего не делают, он ни на кого не смотрит, он просто замолкает так смиренно и ждет. Но в этой его позе и в этой тишине сразу все люди, а что это у нас стоит. И потом осознают, а они же жмят. Ну, это немножко про другое, да. Это техника, на самом деле, которую можно овладеть. Да, по поводу стула. По поводу стула еще вставочка. Дело в том, что если вот сенсорик возьмет стул и хряснет, это будет выглядеть внушительно, действительно, и вызовет ужасы, страхы, паники. А если то же самое сделать, понимаете, что начнется? Все начнут ломать стула. Вот и вся разница. Он подал пример. Спросил тебя, и еще раз хочу переспросить, потому что ответа нет. От чего тебе от всего этого? Есть ли у тебя, как бы сказать, страсти к этому настолько большое, что его, так, хочется назвать болезнью? А мне чего-то всего этого? Мне это интересно? Ну, по возможности, правду говори. Правда? Это правда. Он как бурьдок. Мне это действительно интересно. Вот я и говорил. Это интересно неспроста. Да. Какая выгода тебе с этого? Просим прямо. Чебе ты чё? Ну, у меня нет других ответов. Мне это действительно интересно. Я получаю объяснение действиям других людей. А, хорошо, тогда не за себя скажу. Нет, не скажу. За себя что могу сказать? Может быть, я вопрос задам и отвечая на него, ты сможешь как-то лучше сориентироваться. Хотя, я думаю, ты и так уже сориентирована. Назови хотя бы парочку еще других признаков. Ты сказала их 16 или 15. Парочку хотя бы других. Вот сенсорик, интуитивист. Хорошо. Еще? Этик логик. Одним проще закономерности какие-то отлавливать, а другим чувство эмоций ближе. Так, очень хорошо. А еще? Еще уступчивость, упрямость. То есть, это прямо такое упрямство, это такое качество, прямо оно вот как прирастает. Это у носителей признака упрямость. Как-то другая полоска. Это грани, грани кристалла, кристалла. Человек это кристалл. Давай так, смотри, признаков выявлено 15. Каждый является носителем 15 признаков. Любые два типа. Вот об этом хотелось бы узнать побольше, это возможно, и как это сделать. Мне интересно. Можно к вам на лекцию прийти? Да. Да, я не... Я ходила к ней. Помнишь? Я биологию веду, экологию. А, биологию веду, психология. Это скоро приглашение с психологой будут тренинги, да? Значит, признаков 15, да? Каждый человек является носителем одного из... Ну, то есть каждый из 15 признаков вот это раздвоение имеет, да? Систорика, интуиция, логика, этика, там, поступчивость, упрямость, решительность, рассудительность, там, тактика, стратегия и так далее. А, подожди, рассудительность, а противоположность? А, решительность. А, решительность. То есть, кто-то как один действует, другой думает, как действовать. Ну, одному ближе состояние мобилизации, а другому расслабленность. Ну, то есть там много. Ну, всего 15. Так оно хорошо. Все это, да, все это интересно. Полезно руководителю знать, обладать этими знаниями. Ну, это мой мир. Ну, другу человеку. Допустим, надо взорвать мост. Командир посылает двух... Сенсориков. Сенсориков, да. Возникает какая-то ситуация непредвиденная, и... Я не теряю. ...проварено, да. А если позвонить... Того и другого, да. Того и другого тоже сообразить, что... А это не закрытая информация, вообще? Не готовят там какие-нибудь спецслужбы по этой информации? Ну, и закрытые... Я не знаю. Я вообще подозреваю... То, что ты сказал, это просто как бы для подготовки диверсантов. Нет, ну, а действительно, в науке очень много интуитов, логических именно интуитов. Очень много. А среди фантастов? А среди шпионов? Не знаю. Не смотрела. А вот, Путин, пожалуйста. А, Путин, пожалуйста. Я не знаю, сам стереть, потому что актёр и вот это же разные вещи. Но очень часто талантливые режиссёры подбирают, ну, тот же Витцин, Никулин. Чудесно просто. Подбирают вот такие типцы. Вот, или наоборот, кто внушительный персонаж. Ну, понятно, кого туда брать. То есть, на самом деле, этим люди пользуются, просто не всегда это осознанно оказывается. А вот список просто вот этих противоположных качеств в распечатанном виде можно будет как-нибудь запечатать? Какой же, тебе бумажку дали. Конечно. Нет, тут одно качество. Здесь про один признак. Один признак. Да, конечно. Дайте ему пятнадцать бумажек. Пятнадцать бумажек. Такие же. Так всё, как всё так конкретно. Пятнадцать бумажек. Мне ещё в голову это не будет, что надо ей в пятнадцать их что. Я думал, на одной всё может есть. Не поняла? Ну, я думала, что сенсорик. Я тоже так думаю. А вот дамы. Да, мне тоже интересно. Ну, вот, мне кажется, сенсорик. Ну, я предлагаю самому, как каждому про себя. Сенсорик, конечно. Поэтому я не могу себе только сенсорик. Сенсорик, сенсорик. Если сильно интересен, интуитивист. Начал говорить. А мне только снили. Ну, я интуит, который всё-таки проявляет. А я универсал. Я, наверное, тоже. Как бы так сказать. А вы универсал. Предлагаю простой вариант. Попробовать, посмотреть. Так, чтобы внутри себя сложно бывает идентифицировать. Далеко не всегда происходит. Простой вариант. Посмотреть, как работают ручки, например. Давайте себя протестируем все. А давайте просто приговорим. Каждого. Я против. Я против приговоров. Приговорите. Можно ещё проще. Всех пересчитать. Один, два, три. Обесличный. Обесличный. Мы же не арифметику учим, а сенсорику. Обесличный. Всё-таки. Причём кто-то даже не понял, что произошло. А кому-то даже понравилось. А тот, кто сопротивляется, это человек, который выжил. А я предлагаю дать слово тому, кто его уже взял, но его перебили. Да. Ничего и ничего. Ну, я больше сенсорик однозначно, но интуитивного во мне много, поэтому иной раз я действительно вижу конкретные пути, как сделать лучшее. Вот они всё равно больше сенсорные. В своё время мне очень была интересна подобная тема, но она обозначала просто физики и лирики. Вот. Я поняла, что я больше физик. Автор кто? Не могу сказать. Это как бы поверхностный. Некролов? Не я её как бы разрабатывала, я услышала. Я поняла, я спросила. И потом как бы в своих объяснениях я иной раз приводила примеры. Ну вот есть физики, они вот такие, сенсорики здесь. Вот а лирики, они вот такие. Но каждому лирику должен обязательно помочь физик, потому что он ему покажет, как это сделать, и доведёт его там, куда тот хочет довестись. Вот. Жаль, что мы как бы в обычной жизни, на мой взгляд, забываем подобные вещи, да? То есть вот, я так понимаю, тебе иногда это ближе, ты, ну, часто это как бы используешь, да? Замечаешь, наблюдаешь. Ну, вижу. Как это так, это всяк. Это помогает. А мы как-то в обычной жизни, ну, так, промелькнули и всё. Когда напоминает очень хорошо. И на мой взгляд, эта информация, она действительно поможет тогда, когда ты думаешь, да почему же этот человек так по отношению к тебе поступил? Ну, я же вот не этого совсем хотел. Ну, почему он это услышал, почему он так меня понял? Вот в этой ситуации, да. То есть, на мой взгляд, это очень практично, хорошо. Но если говорить честно, вот такой формат мне не очень интересен. Потому что это всего, ну, с моей точки зрения, лекция всё равно. Я не хочу лекции, я хочу практики, я хочу общения, я хочу услышать отклики, отклики на отклик. Но это моё. Вот. Поэтому не знаю, как дальше. Так я же предложила практику. У нас сейчас есть прекрасная возможность посмотреть, а кто, кто. Да, есть такой вариант. Предлагаю. Ну, не давали слово человеку вообще. Ну, даже полслова. Ну, у нас, я так понял, пошло обсуждение уже. Поэтому я помолчу. То есть, идёт. Она молчит. Да. Добровольно молчит. Да, добровольно. Говорю, меня столько наговорили, я уже заметила, что я помолчу. А всё-таки, Инга, это непонятно. Но все мы интересовались этой темой. И вдруг получается, что только единственный человек это дело читал, выписывал, фотографировал, даже решал, кто такой Высоцкий, кто такой Тихонов. Почему единственный человек? С собой-то никак. Даже руки не доходят. Но это практика. И что тебе... Ну, вот. Мне тоже иногда хочется поспать. Я беру, конечно, смотрю. Ага. Там Симонов, допустим. Там нет Симонов, плохо, значит. Давай Франкова. Нет, Франкова, дурак. Нет, значит, мне ещё кто-нибудь. И, ага, я наконец-то нахожу где-нибудь Льва Толстого, вот этих казаков, да. Ну, ах, свалки хорошо пишут. И на третьей страничке. Готов. И получается, что у меня никогда нет проблемы, какие-то снотворные. Жена говорит, ну что, плохо спал? Тебя... Ты отлично спал. Посыпался четыре раза, открывал. А кто-то, казалось, да. Ну, ещё. У нас всё нормально. Вот. А у тебя, значит, вот... Ты бы не стала казаков читать. Не, я давно не читаю художественную литературу. Тебе бы вот этого, да? Да, мне бы вот этого. Вот чё тебе? А ты ведь худшего языка, чем тот, которым написаны вот эти вот... Научные тракталы. Да, научные. Ну, нету. Для души нету. Нету. Там же... Там же вообще такая... Ну... А тебе чё? Научные тракталы. А мне просто... Я вот пришла сюда, и я увидела, что расхождение не... Раз, и начались споры. Одних куда-то несёт, другие говорят, так, всё сюда, на землю. И можно спорить до бесконечности. А когда знаешь, что за этим стоит, ты же понимаешь, что... Ну, вот... Ну, это не потому, что люди плохие. Это потому, что они настолько по-другому видят мир. Это то, о чём сейчас была речь, да? И ты понимаешь, что люди все хорошие. Просто они настолько видят мир по-разному. И как кто видит, тоже понятно. И уже мне не надо никаких обсуждений, рассуждений там. Ну, для меня всё понятно. И точно тебе ангония расставить людей на доске шахматной, да? Нет. Нет. А я всё равно вот вижу, что есть. А каково я где расставила, подскажите, пожалуйста. Кого я где расставила? А? Ты почувствовался расставленным, поставленным в угол. А я же кому-то что-то сказала. Я просто поняла, разное восприятие. Нет, это не место для обид. Нет, ни в коем случае. Мы же здесь пользуемся... А сейчас уже нормально. Такими словами, которые обидные, избегаем же. Ну. А вопрос, нормальный вопрос. Да. Нормальный вопрос. Почему ты читаешь неинтересные книжки? Это как же вам неинтересные. Неинтересные книжки? Я не читаю, поэтому не могу ответить на ваш вопрос. Ей, как интуитивисту, это очень интересно. А мне скучно. Это очень трудно понять. Мне скучно. Это долго надо читать. А тут раз тебе и всё готово. Зачем много читать, если информация вот есть уже сконцентрирована, выжимки, квитэссенции. Вот, 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 что сказала. Что сказала? Сейчас я переведу. Я переведу на русский язык. Что понятно? Можно не переводить. Можно. Не переводить. Потому что у вас есть такая штука, как переводить на какой-то другой язык. Не то, что говорит автор. Даже не на русский. Нет, на русский. А дакусационник это как раз про то, как переводить с русского на русский. Нет, он переводится с интуитивного на сенсорный. Это было бы интересно. И это было бы интересно. И интересно было бы услышать, как на сенсорном языке это звучит. Хорошо, давайте так. Ваше видение. Да. Вот если что-то, если что-то непонятно, если что-то непонятно, то я полностью доверяю себе, вот в каком смысле. То есть я чего-то примерно понимаю. Ну, я по опыту знаю, что это неправда, потому что это первое движение души, которого надо бояться. Почему? Ну, это не я сказал. Но это правда. Про меня. Правда. Поэтому я жду, когда приходит следующая мысль, следующая мысль приходит в одно и то же время всегда утром. Она прямо противоположна первой. И что? Прямо, тоже нельзя доверять. Это уже моя мысль. Надо ждать третьего. Вот третьего, правда. Но не в первом случае, не во втором случае, а не в третьем случае нету привлечения каких-то посторонних сил. Каких посторонних сил? Посторонних сил. Литературных, научных. А, ну, конечно, нет. Настолько у меня вот эта самоуверенность, подкрепленная многократно в моей биографии, что я до этого дела додумаюсь. Другое дело, конечно, ну, очень интересно, если кто-то думает так же. Другое дело. Или, вообще говоря, не думает так же, это я лишнего сказал, так же никто не думает. Думает вообще на эту тему. Ну, вот, что-то мне приспичило вот этот Лев Толстой непротивление, зло, зло, зло. А, ну, насилие. Да. И как этот Льин, да, Льин, раскатал этого Льва Толстого, ну, эмигратор, чего-то. А, я не читала. Действительно, какая хинея, как-то непротивление. Все государство, любой город, любая улица, любой дом только и смотрит за то, что как только, так сразу. И никакого непротивления. Это нежизнеспособная идея. И я интуитивно, я всегда чувствовал, что кто-то ерунду сказал, ну, конечно, Лев Толстой. Конечно, да. А не от души. Сказал. И вдруг я читаю этого самого. Давайте лучше про себя поговорим. И вот я читаю этого Льина, и вот так вот, тик-тик-тик, и раскатал его полностью. Ну, приятно. Но я и без Льина, где-то 40 лет назад догадался, что непротивление злу, ахинея, обошелся без, вот, сам своими силами. Вот смотрите, вот вы сейчас сколько времени мне про это рассказывали? Это я перевел. А это вы меня, оказывается, переводили? Я про другую... Ты думала про Толстого, это про тебя. Нет, я понимаю, что мы же, что бы мы ни делали, мы все время транслируем информацию о себе. Вот сейчас Михаил Иванович о себе такую информацию транслировал, которая мне известна уже давным-давно. Ну, не с детства, конечно, но вот, ну, месяц, наверное, как, наверное, уже точно известно. То есть надо по любому вопросу идти в библиотеку, и там тебе ответят. На самом деле разные люди разные вещи предпочитают. Вы о своем пути рассказали, я по-другому предпочитаю делать, например. Вот, и в общем смысле, то, к чему сводится вот то, что сейчас происходит, различия по полису объективизма с объективизмом. Да, одни предпочитают, а то, и то, и то, и то, и то, и то. Я знала, что вы носили этот полис. Давайте после окончания нашей группы вы вкуарно побеседуйте, если бы. А нам нужно идти на завершение и небольшой шеринг, обсуждение. Буквально по минутке каждый выскажетесь по поводу сегодняшней встречи. Можно шеринг назвать круглым? Ну, обсуждение. Я уточнил русский вариант, как обсуждение. Ну, если слово придумаете такое более подходящее, я думаю, все с радостью согласятся. Так, может быть, может быть... Хорошо. Статьяна, вы начните. Пока. Мои чувства. Встреча другая. Информация полезна. Я так еще что-нибудь там покопаю, почитаю дома. Надо вспомнить, освежить. Когда-то мы это все, наверное, проходили. В институте, может быть, не помню. Ну, где-то, как я уже сказала, человечных эмоций мне не хватило. Спасибо. Маша. Маша. Ну, вот про это я уже все слышала, потому что я на Ингене ходила лекции. Все-таки, ну, проводила. Ну, я несколько лет прочитала до библиотеки. Я знаю, что много. На Астраханской. Вот. Ну, для меня опять так же. Ну, короче, я не поняла опять, кто я. Мне кажется, все-таки интуит. Ну, ладно. Без разницы. Вот. Мне, конечно, не хватает про себя, про нас. То, что мы говорили. Говорим о чем-то куда-то. А, ну, это потом уже. Ну, не хватает. Это, может быть, зависит от степени личного участия. Просто обратимое внимание. Я не поняла, в чем. Ну, вот, не знаю. В обсуждении, там, просто активности. Которого не было, по сути своей. То есть, мало, не было недостаточно. То есть, если бы ты что-то привносила, то тем больше бы досталось. Если бы ты была заведующей вот этой кафедрой, куда бы ты повела? Да. Да. Хороший вопрос. Да. Отличный вопрос. Куда бы ты повела стадо? Психология. А психология обширна. В обсуждении каких-то насущных проблем. Так это не психология, насущные проблемы. Бытовые проблемы тоже насущные. Ну, почему нет? Разбор. Ситуации. Полета. Ну, хорошо. Андрей. Мне вообще очень понравилось. Я считаю, что очень актуальная информация. Вот. И мне кажется, что не следует это воспринимать, как какое-то, там, срывание каких-то сокровенных покровов, там, с человеческой личностью или что-то в этом роде. И так или иначе, мне кажется, чем больше вот этих вот, так скажем, граней или вот этих дихотонических вещей у человека, в общем-то, перед глазами, тем больше он в конечном счёте понимает всю картину вообще в своей совокупности. Спасибо. Тебя пропустим просто потом. Тебя тоже пропустим. Меня тоже, потом я на послышу. Да, бесспорно, информация интересная, но я вот загруженная сейчас, во-первых, по ним хочется понять, да, себя, кто же я есть, да, на самом деле. И самое главное, как применить эти знания, да, то есть не хватило как раз вот того, кто как бы вот это применял, да, знания вот этой информации, чтобы, ну, лучше взаимоотношения были.